6 июня в столице Донецкой Народной Республики начала работу вторая международная научно-практическая конференция, посвящённая вопросам разработки путей повышения эффективности управленческой деятельности органам государственной власти в контексте социально-экономического развития территорий. Мероприятие было организовано Донецкой Академией управления и государственной службы при главе ДНР. Данная конференция продлится два дня. В первый день состоялось торжественное открытие, в ходе которого министр образования и науки ДНР Евгений Горохов поприветствовал участников мероприятия. «Хотелось бы попросить всех вас самое главное, чтобы вы не только обсуждали, не только между собой решали проблемы, но чтобы это всё потом перешло в аудиторию, чтобы все наши молодые и студенты, и аспиранты, все ваши великие учения, все ваши результаты работы были перенесены и приняты ими, ибо это наше будущее, а будущее только в мозгах и только в том, что они будут повторять вас и даже быть лучше вас. Поэтому я желаю нашей конференции, нашей конференции успехов и, безусловно, прошу вас ещё раз, передайте всё это нашим студентам. Всего вам доброго, я рад вас приветствовать». По окончании официальной части началось пленарное заседание. Свои доклады представили учёные и министры различных ведомств. Так, Виктория Романюк, исполняющая обязанности министра экономического развития ДНР, представила свой доклад на тему «Технологии и инструменты повышения эффективности кадрового обеспечения органов государственного управления, опыт Министерства экономического развития ДНР». Свои труды также представили исполняющие обязанности министра молодёжи, спорта и туризма Александр Громаков, первый заместитель главы администрации города Донецка Николай Волков и другие. Среди участников конференции были представители Республики Беларусь, Федеративной Республики Германии, Грузии, Китая, Луганской Народной Республики, а также Российской Федерации. «Первый раз принимал участие на прошлой конференции. И мне очень приятно участвовать во всех мероприятиях, которые проходят в высших учебных заведениях ДНР и Луганской Народной Республики. Я считаю, что вы занимаетесь правильным делом, когда проводите международные конференции, когда показываете всему миру, что якобы здесь не сепаратисты или как там вас называют, а нормальные, цивилизованные, образованные люди. У меня доклад на пленарном заседании, суть его заключается во взаимоотношениях между государством и гражданским обществом». Целью международной конференции является поиск путей повышения эффективности управленческой деятельности органам государственной власти по направлениям – правообразования, экономика, финансы и социальная политика. Научно-практическая работа конференции велась по пяти тематическим направлениям, на которых рассматривались следующие вопросы. Стратегическое управление развитием экономики, повышение качества управления социально-экономическим развитием региона, теоретико-правовые основы обеспечения социальных инноваций в деятельности органов государственной власти, а также развитие финансово-банковских механизмов управления экономикой. «Также, как и в прошлом году, завтра на круглом столе мы примем резолюцию по нашим пяти секциям, которая будет согласована по министерствам, в органы государственной власти и управления для дальнейшего использования, применения, для совершенствования управления на уровне нашей республики. То, что было на прошлой конференции в резолюции, было принято как на уровне Народного совета, это внесение изменений в нормативную базу, совершенствование нормативной базы. Также участвовали, естественно, активно мы участвовали в разработке стратегии. Это мы в прошлом году это предлагали и в этом году приняли активное участие в разработке и в обсуждении стратегии, которая легла в основу предвыборной кампании нашего главы». Во второй день работы конференции 7 июня состоится заседание круглого стола на тему «Стратегические ориентиры развития государственного управления в ДНР». По завершению работы будет принята резолюция конференции.